Мексиканский Харли Дэвидс. Вот это нормальная пиньята. Это я понимаю. Хорошие, толстые, качественные, теплые. Ммм, ола, бонита, кому истарь. Вот это тоже жумекс. Мясо, мясо, бобы, рис. Все как положено. Фресос, си-крема, тастилокус, чамуко, манганадес, качинадес. Чакабанана. Слышь, чакабанана. Что это? Столько шкур свиных, я, конечно же, не осилю за раз. Вот это чамука. Маленькая Мексика в Далласе. Это мой гранде. Сейчас будет мексиканская серия. Привет, камарадан, мучачас и девчачас. Я посмотрел вчера видео про маленькую Мексику в Далласе. И у меня прям слух режет вот это мексы, мексы, мексы. Уже сейчас, несколько недель спустя, я так стараюсь не разговаривать. За эти несколько недель я очень хорошо узнал мексиканскую кухню. Немножко даже подтянул спэниш. И раньше я так вот неуважительно относился к латиноамериканцам. Ну вот, потому что одна из причин, что я плохо их знал. Мне встречалась их кухня. Это в основном на заправках. Это какие-то там... Ну, короче, в Камектикуте, там на севере мексиканской кухни ни о чем. Какие-то буррито там, бобы вот эти пережаренные, в лучшем случае. Ну, не впечатлился я их кухней совершенно. Наверное, потому что, кроме как на заправках, особо нигде и не ел. Вот. И, соответственно, с людьми я тоже общался с... Которые работали на стройке, которые по-английски плохо разговаривали. И не мог даже представить, что у Мексики настолько богатая культура. В частности, кулинарная культура. Очень богатая, которая впечатлился. И периодически ее пробую, хожу по ресторанам. Поэтому, да, вот, извиняюсь, прошу прощения, что вот я так вот называл мекса, мекса, мекса. Но будем думать, что я подразумевал латиноамериканцы. Про мотоцикл по-любому расскажу. Это прям вот, ну, сразу. Я просто не стал это озвучивать, потому что в голове у меня это каждый день озвучивается. Двухколесные транспортные средства. Я люблю, обожаю. Расскажу, что я купил, как в школу ходил. Все, про мотоцикл тоже будет. Хожу тут по дилершипам. Всяк разно. Мотоциклирую. Вот в этой комнате у меня прошли вот эти все интересные осознания. Вот это вот я все сам постриг. Всю эту лужайку. Там стоит косилка, которую я починил, обслужил. У меня тут было интересно в общаге. Это общага. Это в следующих сериях. У меня в следующих сериях кар-шоу. Кар-шоу. Приперли много классных тачек. Я был неподготовлен. Снимал на телефон. Но я думаю, все равно куда-нибудь все выложу. Потом видео про общаги. Я тут скитаюсь по общагам. И самое главное, расскажу, что у меня происходит. Че, как дела. Вот. Подпишись там. Понажимай. Let's go. Вот этот с*** здесь понаделали. Мексикан стайл. Не покрасили ничего. Ни знаков не стоит. Мексикан стайл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне лень снимать камеру со шлема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимать, потом одевать. Но со шлемом я нырять не буду, наверное. Сниму. Взял все шмотки. Пойду искупаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время 11 часов. Сегодня после обеда здесь будет просто битком. погода офигенная шепчет сегодня до 30 градусов вчера шел дождь поэтому все затопило мексы вкусно жарят прям пахнет хорошо но я пойду покупаюсь потом за кстати я сегодня хотел заехать в мексиканскую мексиканский ресторан покушать король сегодня сейчас будет мексиканская серия вот здесь я обычно кручу сальтуху назад сегодня вода должна быть классная прохладная надо только переодеться и искупаться обязательно одеваю water shoes так называемые чтобы ноги не порезать когда вылазить буду ну чё вот отсюда сальтуху наверное круто ну хорошо водиться а ты сегодня искупался ну чё я думаю мексиканский магазин уже открыт можно ехать затариваться let's go ехать затариваться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, заценим, чем у нас живут мексиканские братья. Лунаса Сабаро, Сабадо. Как там? Очо, Нуэве. А Нуэва, не знаю, Доминго, Серадо. Я так понимаю, что это пиньяты. Их типа можно разбивать. Вот это нормальная пиньята, это я понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. Тут прям мексиканское-мексиканское. Клёво. Что это, для закора или готовить? Интересно. 20 баксов недорого за такую штуку. Хе-хе-хе. Интересно, почём 40 баксов. Забавно. Так, мне вообще нужна синяя кукуруза. У них, походу, её нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИИБИК. Почти как Рибак только. ИИБИК. Хе-хе-хе. Прикол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то какая-то популярная у них, эта тема. Тётка в деловом костюме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хрена себе, какой злобный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вот эти нравятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мексиканские одеялки. Хорошие, толстые, качественные, тёплые. Я такие во Флэкстаффе видел. Или где-то недалеко от Флэкстаффа. Почём они? Алло, цены где? Футболки. Это одеяло или пончо? Интересно, не знаю. Хоть обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сирапис. Сирапис или одеяло. Если через голову одевать можно, значит, сирапи называется. Если через голову одевать нельзя, значит, одеяло. Ха-ха-ха! Вот это прикол! Мексиканский Харли Дэвидсон. Вот так подпоясываешься. Всё, мексиканский Харли Дэвидсон. Так, опять же, это одеяло или сирапи. Вот это точно made in Mexico. Я такие покупал раньше. Хорошие, большие. Алло. Как много этих сирапис? 38. И что это? 18. 18. Окей. Это сирапи или бланкет? Это бланкет. Окей. Что это? Это для женщин. Это бак? Да. Окей. Так, я спросил, кактусов у них нету. Я хотел купить консервированный кактус. Поэтому, он говорит, здесь есть ещё один магазин угловой. Заправка у них должна быть. Ещё, наверное, схожу пожрать. Здесь вот прям же мексиканская. Короче, здесь целая мексиканская плаза. Такерия. Это прям такерия здесь. Настоящая мексиканская. А там? Там тоже какая-то тема. Там такос. Такос отразнит такерия. Не знаю. Короче, говорит, вот в этом угловом магазине вроде как есть кактусы. Сквирт – это мексиканская тема. Ха-ха-ха-ха, сквирт. Он самый. Вот это тоже жумекс. А вот здесь, наверное, где-то и будет. О, смотри, мёдик. Мексиканский. El mexicano natural bee honey. Прикольно. Интересно, почём. Классический хабанеро. То есть табаско. Это патио какой-то. Опа, опа. Вот похожие и кактусы. Блин, здоровенная банка. На strips natural tender cactus в собственном соку. Брайн. А не брайн, это маринад. Чили, халапеньо. Whole jalapenos. Да, вот тоже консервированные халапеньо. Перчики. Чё так прикольно. Здоровенная банка, на самом деле. Я смотрел на веб-сайтах. Банка поменьше. В Walmart стоит 3 доллара. 10 баксов я не хочу за это платить. 15 тем более. Ну, тут всё стандартно. Обычная заправка, закуски. Так, маргарита. Маргарита, маргарита. Всякая разная маргарита. Куда бы мексы делись без маргариты. Ммм, ола, бонита. Кому и ста. Мексы любят здоровенные жопы. Даже вот ручку сделали для них. На у мексов фетиш. На здоровенные седалища. 429, окей. 429 за банку консервированных кактосов. Я ни разу не пробовал. Надо попробовать. Чё-то я ещё хотел взять здесь. Вот эта тема из сладкой картошки. Интересно. Это из кокоса. Кэнди. Просто кэнди. А это... Пампкин. Тыква. Тыква. Приколюха, приколюха. Почему цен нету? How much of this one, please? 2,29. 2,29, окей. All of them 2,29 or... Just this one. Окей. Ну, чё-то я с этого наберу. Тыквы какие-нибудь. Коконат нет. Вот картошка прикольная. Вафер в искенде. Я даже не знаю, что это. Ну, прикольно. Прикольно. Мексиканские темы. Короче, вкусняшка в виде мексиканского флага. Прикольно. Зелёная сальса. Из томатилов. Вот. Соус я, наверное, в соседнем магазине возьму. А здесь возьму... Так, кстати, вот грин сальса. Мне нравится банка, что она металлическая. Здесь вот грин ред. Я возьму кактусов здесь ещё. Да. Я попытался договориться с продавцом в этом магазине. Он застеснялся на камеру. Но название канала взял. Ха-ха-ха. Я хотел пожрать. А, нет. Я хотел ещё купить рюмку. Рюмку и хат соус. Так. Фил, ты отвечаешь вообще, не? Алло. Comprehensive Spine звонит. Это мне по этой. Так. Посмотрим, что у нас здесь. О. Вот это прям реально такерия. Вот такие видео. Таких такерий я и видел на канале. Не страшно. Мясо, мясо, бобы, рис. Всё как положено. Позоля. Я не пробовал ни разу их суп. Надо попробовать Позоля. Блин, у меня слюни потекли. Здесь хорошо пахнет. Пойду в соседнюю схожу. Интересно, что там. Это магазин. А вот тут рядом ещё какая-то штука. Больше похоже на корейскую. Ice cream. Окей. Не, вроде мексиканская, не? Весёленько. Прям по-мексикански. Мичуакана. Тележка, с которой продают мороженое. Клёво. Такая тема, даже по-английски не говорят. Всё аутентично у нас в Техасе. Не, ну прям реально цивильно. Чё? Вот можно сесть покушать. Хорошо, вкусно. Тапатио. О! Мексы его и едят. Здесь тоже Тапатио, Валентина и Валентина. Окей. Теперь без сомнений, можно брать. Нормальная такая, здоровенная порция. Это Параи. А, окей. Один чичарон или два чичарона? А, два. Ага. Это похоже на свиные какие-то хрящи. Сейчас буду смотреть, как это есть и что я взял вообще. Папас начос. Хорошая штука. Короче, такая тема. Заехал целая плаза, вот тупо мексиканская. Здесь пара человек по-английски говорит. Остальные не очень. Вот такую штуку мне дали. Авокадо. Вот это что-то на свиные хрящи похоже, я не знаю. Вот это похоже чичаронос. Ну, короче, сейчас буду смотреть, как это есть и вообще. Вот, да. Мороженое здесь есть. Салаты всякие. Короче, да, я угадал. Чичаронос это свиная шкура. В разных интерпретациях. Здесь ее салатиком нафигачили. Капуста еще снизу есть. Авокадо. Чтобы не сдохнуть от остроты. Вот тут, чтобы сдохнуть от остроты, стоят еще их соусы. Мексиканские. Вот. И, короче, на картинке оно как бы на этой штуке лежит. Но я вот в прикуску ем. В принципе, неплохо. Даже вкусненько. Это вкусно. Свиные шкуры вкусные и питательные. Вот эти штуки тоже тема. Не хватает маргариты. Либо бутылочки короны с лаймом. В горлышке с лаймом. По соленым лимонам. Потому что это достаточно остро, жирно. Альфы на самом деле. Сегодня такой не жаркий день. Прям хорошо заходит. Рекомендую. Я съел обе лепешки. Но столько шкур свиных я, конечно же, не осилю за раз. Хотя тема прям вот интересная, вкусная. Вот от сальса классная. Мне все понравилось. Бионик. Это набор из фруктов. Папос. Это, по-моему, сладкая картошка. Эсквумалис. Без понятия. Это, по-моему, мороженое обваленное в какой-то шняге. Коктейль де фрутос. Тоже фруктовый коктейль. Русса. Нарисована газировка. Фресос си-крема. Это, ну, похоже, клубника со сметаной. Бананы в этом, в шоколаде. Так, у Сары молчать. Чакабанана. Чакабанана. Слышь, чакабанана. Так. Мальтеадес. Вот это уже интереснее. Мальтеадес. Тастилокус. Это чипсы. Вау. В пакет с чипсами, в этих, в Таститас, напихали что-то. Начос. Начос тоже классная тема. Чамуко. Вот, наверное, чамуко возьму на десерт. Манганадес. Не знаю, что. Без понятия. Револкадес. Так, там опять этот... Как его? Это похоже на чипсы. Револкадес. Вон там чипсы, видно, кукурузные. Видно куски этой свиной кожи и авокадо. Вроде так. Элоте. Какая-то кукурузная шняга. Я не знаю. С куском лайма. Она сладкая, нет? Вот, без понятия. Качинадес. Вот это интересная тема. Судя по халапенье, эта штука тоже острая. Короче, надо сюда прям приехать, все это попробовать. По-моему, там кукуруза дохрена наложена в этой тарелке. Я без понятия. Так, банана лока. Так, это банан с всякими ништяками. Ну и просто мороженое. Ну ладно, я чему-ка тогда возьму, походу. Она на меня смотрит. Чему-ка и чока-банана. И тут какие-то еще штуки интересные. Так, это кокосовая вода. Написано. Агва де коко. А это что-то какая-то фруктовая, наверное, шняга. Но я не уверен. Так что возьму я вот этот. Вот этот, который хотел. А остальное надо смотреть, что это такое. Бионико. Бионико. Так, теперь я знаю, что такое бионико. Это фрукты. Их залили каким-то сиропом или соусом вот этим. А я чему-ка хочу. Бионико тоже можно было бы, но это будет много. Я хочу чему-ка. Так, я не успел увидеть, как мне делают чему-ка. И что это за чему-ка такая. Что там, на ебаный стакан разного мороженого, походу. Там красиво так все разноцветно в стакане. Мне нравится. Все равно много, блин. Мне это увезти надо как-то. Что это? Я не знаю. Я не знаю, что это. Тут все интереснее и интереснее. Я взял какой-то чему-ка. Я не знаю, что это. Это вроде как мороженое. Это, блин, какой-то фрукт. Я забыл, как называется. Что вот это на макаронину похоже, с сосиской вокруг. Я без понятия, что это. Вот эти какие-то штуки. Я надеюсь, они фруктовые, а не какой-нибудь бекон острый. Короче, ложка получается. Еще вот эта макаронина. Я не знаю, она съедобная или соломка. Или что, или как. Так, короче, пробовать буду. С сосисом. Вообще никак. Без вариантов. Придется ложкой дать. Чему-ка. Чему-ка. Не жуется. Острая. Я не удивлюсь, что это свиная шкура тоже острая. Вообще интересное сочетание. Так, это у нас еще манго. Кусочек манго. Манго, я знаю. Это похоже на чока банана. Эта штука тоже острая, похоже. Да не знаю, вообще, можно есть или это чисто соломка. Острая фигня. Так, я хотя бы вот это попробую. Что это такое? Это острая херня какая-то. Камон, гайз. Вы что, десерты не можете без острого есть? А мороженое, мороженое как мороженое фруктовое. Это эти красные острые. А это мармелад какой-то тоже острый. Твою мать. Все острое. Я пойду спрошу, можно ли жрать соломинку. Мне прям уже интересно стало. Оказывается, это тамарин. Это соломинка. Да, я буду сады. Ближе к дну, все острее, острее. Я не знаю, что это. Это тоже острое, я вынул. Боюсь, у меня сегодня днище вырвет. Будет чока банана. После такого обеда. Через транслейт написал ей, положи в холодильник, я через 20 минут приеду. Сейчас хочу поездить, поснимать здесь мексиканский район. Вот, я так понимаю, тут живут мексы. Если не исключительно, то... Ух ты, блин, наложили. Чока бананов наложили. Короче, большинство мексов здесь живет. Потому и плаза здесь. Вот эта, исключительно мексиканская. Прикольно было бы сюда приехать, наверное, вечерком поснимать, когда они тусят. Ну, я-то все это уже видел, как они тусят. Кстати, вот в парке сейчас видел. С утреца. Ну, тут хороший такой мобильный парк мобильных домов. Ну, из... Я и скажу из того, что деревья хорошие, высокие. Дома тоже не старые, не разваливаются. Ну, не все, правда. Вот этому плохо. Машины тоже, да. Прыжок. Хорошая локация, кстати. Прям недалеко от Далласа, недалеко от Грейбайн. Но... Я так подозреваю, сегодня вечером здесь будет очень людно. И из всех щелей будет играть музыка мексиканская хромая лошадь от ихни. Тегедым, тегедым, тегедым. Они ее все слушают. Вот это вот. Аж две. Ух ты! Да, не стесняются. Я так предполагаю, что мексиканцы по своей старой традиции ездят пьяными, ну, подвыпившими. Поэтому здесь так поналожили вот этих дорожных полицейских. Один дорожный полицейский пьяного мексиканца не остановит. Надо минимум два. Оп, а я на велики. О, мотоцикл. Ямаха 1300, по-моему, была. Новенький домик. Привезли недавно, видно. Вот так живут мексы. Ну, не только мексы. Американцы здесь тоже по-любому живут. Кто-то даже вот на новеньких тундрах ездит. Маленькая мексика в Далласе. О, вот это мексы любят. Разноцветные пикапы, машины. Мне нравится, что здесь деревья высокие. Маловато, конечно. Вот здесь вот прям солнышко открыто. Но все равно хорошо. Лучше, когда их нет. Деревья. Деревья – это тема. Вот это чемука. На мой, кстати, похож на булевард мотоцикл. Похоже, C50. У меня М50, а там C50 стоял. О, нихрена. В хорошем состоянии какой. Ни разу не видел мексиканца на жуке. О! Это прям по-мексикански. Старенький Бронко. Не очень симпатичный. Хотя прикольный тоже. Не Бронко. Правда. Но пойдет. Вот такая маленькая Мексика у нас здесь. Это просто один из райончиков вот этих домов. То есть таких райончиков до хрена на самом деле. Но вот сегодня я здесь оказался. Наснимал. Покушал вкусненько, кстати. Больше на американку, похоже, женщина сидит. Американец тоже. Вот я выехал к этой плазе опять. Здесь я купил кактусы. Здесь одежду. А вон там кушал, сидел. Что тут еще? Есть этот. Салон красоты. И лондри. Кстати, это все находится на дороге, называемой Мустанг. Мустанг драйв. Вот она, Мустанг лондри. Оп, что-то я не успел развернуться. Поеду здесь, поприключаюсь. Мустанг драйв. Семен, ты слышишь? В честь твоего мопеда в Далласе названа улица или дорога. Ну, пойду заберу свою еду и поеду. Вот он, мексиканский соус Топатио. Острый, который стоит. Который мексиканцы едят. Что, одеялка надо? Красная, наверное. Что, красная же самая лучшая. Хочу красную с белым. Красная с белым есть. А то, что-то с серым. Красная с белым класс. Это очень большой. Это пара текила? Да, для виски, для любого. Текила. Мискал. Ты не мискал? Да, мне нравится. Ну, что, мучил. Но это по-любому сделано в Мексике. О, камон, ребят. Хотел взять. Ну, тут хотя бы прок... Блин, ну, камон. Серьезно? Это хоть проклеено, не? Все разваливается. Ну, вот тут прям мустанги. И тут мустанги, и тут мустанги. Мехикоу. Мехикоу. Ну, они обе разваливаются. Ну, по-моему, мне вот это нравится больше, мне кажется. Мне коричнево нравится больше, но здесь узору нравится больше. Парамео, Алекандро и Симеон. Ну, что, gracias. Ну, не надо. Итак, камрадан, продолжаем развивать мексиканскую тему. Я сейчас пойду вот в такой сеть, гриль ресторанов. Типа, мексиканский гриль. Он немножко переделывается уже который год. Внутри там беспорядок, но еда, тем не менее, очень вкусная. Обычно онлайн, когда заказываешь, там можно напихать много экстра всего. Не знаю, получится ли мне сейчас у них это сделать. Они тут не такие сговорчивые, как онлайн. По-разному, по-разному. Иногда меня угощают бесплатно. В каких-то заведениях, заправках. Когда, ну, короче. Сейчас попробую. Набрать целый тазик еды за 10 долларов. Они начали выеживаться, что я записываю. Они стали спорить. Хотя, по закону можно. У них нигде не висит, что нельзя с камерами заходить. Вот, первая поправка гласит, что могу записывать то, что я вижу своими глазами. Это публичное место. Ну, ладно, хрен с ним. Я все равно сделал себе классный тазик еды. Сейчас покажу. Сел тут в уголке. У них эта фанера здесь стоит. Я уже даже не знаю сколько. Очень долго. Получился целый тазик за 12 долларов. И это потому, что я взял сыр кесо. Без сыра кесо это было бы 10.50 или около того. Экстра салат. Что у нас тут? Сыр. Сыр тоже бесплатно вроде. Сметана. Зеленые чили. Бобы. Пинто бинс. Рис я взял экстра. То есть много экстра сыра. То есть бобов. Блядь. Риса. Заговариваюсь. Пико де галу. Это салатик их из помидоры с луком. Всякая херня. И-и-и. Еще у меня здесь перцы с гриля. Перцы с гриля. И корнитос. Это по-моему зажарка с гриля из стейков. Кончики стейков. Которые маленькие их зажарят. Блин. Я не могу. Что-то у них там серьезное наебелось. Я хочу жрать. Я это сейчас буду жрать. Мексиканцы вкушают еду. Я тоже. У меня не хватает на фронтальной камере ширины фокуса. Поэтому буду снимать так. Вах. Смотрите какая красота. Жареные перчики. Я не хочу сейчас острого. Но можно было бы классическим кабасом еще залить. За 12 долларов. Корлита. Корлита. Еды. Это просто охренительно. Сейчас поем до конца дня. Сытый будет. Приехали на Тесле. Комбайки за рулем. Окей. Ладно. Это вкусно. Айфы. Все в сметане. В сыре. В соусах. Это все еще перемешивается. Ароматы. Приятного аппетита тебе, зритель. Не смотри мои видео голодным. Ух. Я справился. Это было вкусно. Смотрю. Мексы начали много разного модела делать. Лимон, соль, пинаколадо, пиканто, манго чили с арбузом. Тут что-то даже разобрали. А может и не было. Ну нормально так что. Можно угарнуть сегодня по-мексикански. Мне после корыта мексиканской еды уже не хочется вот этих всяких развлечений. Там всякие пинаколадо, лимон, соль. Возьму стандартную корону. Сейчас. Пока у меня усваивается. Я повишу под деревом в гамаке. Часика через три же раз пойдет. Я поеду дальше делать дела. Да. Лес're gonna. Ха-ха. Спol dram. Крутой даль на бой. Все имеет взгляд. Иной боец судьбы непростой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова